Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Какой Самвел нудный, выпендрежник. Ему контент надо снять, а люди из-за этого страдают. Опять начал костюмеру мозг выносить по поводу того, что ему не нравятся брюки, как они на нем сидят. Ну какая ему разница? Вышел, отыграл спектакль и ушел. Его что, заставляет с утра до ночи ходить в этой одежде? Я понимаю, если бы там действительно было что-то критическое. Брюки с него падали. Стоит, выдумывает на ходу, где что его не устраивает. Широкие. На пятой точке тоже большие, болтаются. Он таким образом хотел показать, что он худеет. Может быть, кто-то из зрителей ему написал, что не замечают его сброса веса. И он решил таким образом доказать, вот, смотрите, брюки, которые носил, были ему нормально, а сейчас на нем болтаются. Значит, похудел. Одежда не врет. Костюмер бедный не может послать его далеко и надолго. Пытается объяснить, что сделать она в данный момент, вот уже перед самым спектаклем, она ничего не может. Надо было, значит, пораньше приходить, идти в подшивочный цех, решать этот вопрос заранее, а не сейчас, когда вот он уже одевается, буквально перед самым выходом. Тем более, ему объясняют, что его пятая точка будет прикрыта фалдами фрака. Из зала этого вообще не будет заметно, что у него брюки слегка великоваты. И, во-вторых, ему сейчас что, шить новые брюки, а через пару недель он снова растолстеет? Ведь он играется. То худеет, то срывается, начинает жирать все подряд, соответственно, моментально полнеет. А люди должны морочить себе голову? Я расцениваю это как вопиющее неуважение к чужому труду и времени. Пусть тогда сошьет себе брюки за свой счет и желательно несколько штук под свой разный вес. И это будет не очень дорого стоить. Либо пусть выступает в том, что ему дают и не морочит людям голову. Раньше он так часто показывал видео из гримерки, как они собираются на спектакль. И ни разу, ни Игорь, ни Леша подобным образом себя не вели. Хотя были моменты, когда Игорь садился на диету и тоже сбрасывал вес, но никогда он не дергал костюмеров по этому поводу. И никаких претензий, как предъявляет Самвел, он не предъявлял. Самвел тоже поначалу тихий, был скромный. Он так себя не вел. Со временем начал все больше и больше наглеть, высказывать свое недовольство. А теперь так совсем нос задрал. Мешает людям делать свою работу. И вот это и была та самая проблема в театре, как он указал в названии ролика. Вот это вот яйца выеденного не стоит. Он на пустом месте кипиш поднял. Спектакль закончился, и Самвел едет к маме. Собирается ее покрасить. Боже, это ж когда он это видео снимал? Я видела название трансляции, покрасил маму. Это ж несколько дней прошло. А он только соизволил обработать этот влог, приехал к маме, показывает ей букет цветов, которые ему подарили. Он сам, как вы все прекрасно помните, себе ни разу, нет, один раз он хризантемы 21 штуку купил. Вот это его первый и пока что на сегодняшний день единственный букет, который он себе купил. Все остальные исключительно ему дарят поклонники и обожатели. Это тебе за спектакль, сынок, подарили. Ну вот, а зрители пишут, что ты бездарность, ничего не умеешь. Да стоит только тебе, сынок, появиться на сцене. Такие овации начинаются, такие аплодисменты. Я удивляюсь. Слушаю бабу Таню и диву. То есть, как такому великому певцу и актеру по просьбе зрителей еще не дают главных партий. Баба Таня митингует по поводу того, какие зрители есть злые и как ненавидят ее сыночка. А он в это время развязывает ленту на цветах и ругает женщин, которые ее намотали. Намотали эти бабы ленты по-бабски, по-дурацки. За другими они замечают ненависть, злобу, агрессию в свой адрес. А за собой нет. Они добрые, белые, пушистые и совсем не понимают, почему зрители так к ним относятся. Ведь они такие хорошие люди. А вот зрители у них собрались на канале. Оторви и выбрось. А у Коли на канале баба Таня как жаловалась. Посылки сейчас не приходят. Никто ничего не присылает. Вот им, бедненьким, приходится довольствоваться тем, что есть. Скоро зубы на полку положат. О, такие лихие времена настали. Поганые зрители, как же их не ругать. Перестали присылать посылки. Совсем не думают о том, что же баба Таня будет дарить своим внучечкам. Раньше так хорошо было. На халяву и себе одежонку. Покупать практически не нужно было. И была всегда одежка любая. И подарки всегда готовы под рукой. Так сколько же можно им присылать? Я понимаю, что первое время зрители хотели сделать приятно блогеру, который адекватно вел свой канал. Позитивным был, веселым. Да еще и сидел бедолашка в облезшей хате. Но вот зрители пытались как-то отблагодарить его. Кто донатами, кто посылками. А когда из них дерьмо полезло, и они стали зрителей обзывать и проклинать, мне даже странно, когда кто-то что-то вообще еще присылает им. Хотя они прекрасно могут это все приобрести сами. Маме не до этого про эти все спектакли и прочее. У нее вообще-то радости полные штаны. Коля принес и грибы, и рыбку. Она тут же села этим всем заниматься. Как эта севка не рыгает от речной рыбы? Когда Андрей на улице чистил у себя во дворе, так сам вел там чуть все углы не пообрыгал. Ну так ему не нравился запах этой речной рыбы. А тут помалкивает. Видимо, забыл, что у него рыгачка-то на эту рыбу. И надо изображать тут из себя, не бог весть что. Странно, что баба Таня занимается этим на кухне, а не как на съемной квартире она делала. В зале, на чужом ковре. Дома тоже могла бы расположиться у себя на кровати. В принципе, эта кровать многое повидала на своем веку. После такой чистки снова потребуется визит домработницы. Чешуя летит во все стороны. Рядом зеркала. И на зеркале будет чешуя, и по всему столу, и на платье у нее. Если присмотреться, то и на потолке можно будет найти. У нее руки по самой локте. На локтях чешуя. Рыбу так мяло, я думала, что и кишки повылазят. Голову на весу начала отрезать. Причем держит за голову, а не за туловище. Вот это туловище мотыляется из стороны в сторону. Глядя на все это, мифические девять салатов стали для меня еще более мифическими. Самвел ей ложку тащит, чтобы она чешую чистила ложкой. Посмотрел, как она это делает. Не смог выдержать. Конечно же, в своей ветви тоже туда сунул. В четыре руки начали терзать эту рыбу. На Игрене над Индюком издевались, а на Планетной решили отомстить. Знаете, нанести такой ответный удар. Вот такие же самые рукожопы начали издеваться над рыбой, которая приплыла к ним с Игренем. Ой, я посмотрела видео Светы, как она готовила бедро Индюка, которое к концу приготовления чудеснейшим образом стало грудочкой. Нарубила на килограмм лука, сварила его и мясо. Ничего не пожарила. Порезала лук, на сухую сковороду это все положила. Сверху куски мяса. Лавровый лист не сполоснула, тоже пихнула туда. Хотя его добавляют в блюдо за 10-15 минут до готовности. Сверху мясо укрыла опять-таки луком. Порезала кусками крупными сливочное масло. Побросала сверху. Залила это все стаканом воды и поставила на огонь. Там столько лука, что оно прекрасно потушилось бы и без воды. Мне зрительница посоветовала это видео глянуть и обязательно в комменты почитать. Ой, прикол. Правда, люди юмористы. Но поймите, это все благодаря сытникам. Если бы они так не готовили, то и комментариев бы таких не было бы. Прикол вообще. Честно, посмотрела. Ну, правда, а мне видео понравилось. Было забавно на это все смотреть. Итак, вернемся к бабе Тане и к рыбке. Подружку свою любимую догадается угостить? Или, как говорится, Зинаида Васильевна облезете? Если в наглую использовать Зину как рабочую силу, фу, тут ТВ-шка даже не задумываясь это сделает. А если чем-то угостить, ей даже мысль в голову не приходит. А с какой стати она должна с ней уделиться? Когда она сама прекрасно может расправиться с этой рыбой. Баба Таня может угостить свою дрожайшую, ближайшую подружку, только в том случае, если эта еда начнет уже портиться. Вот тогда она ей предложит. Ну, либо в мусорку, либо Зине. Вот тогда только. Больше от нее, чтобы вот она нормальную, какую-то человеческую предложила еду, не дождетесь. Баба Таня, значит, занимается рыбой. Самвейл решил поставить эти цветы в вазу. Проходит мимо зеркала. Ну, как же, вы представляете? Такая красота проплывает, и он не остановится и не похвалит себя. Сам себя не похвалишь, зрители же ни за что не догадаются похвалить красавчика. Снял, говорит Гримм, не переживайте. Не ехал загримированный в машине, чтобы на меня оглазели. А что, кто-то на полном серьезе переживает по этому поводу, что Самвейл едет в машине разукрашенный? Серьезно? Он сильно заблуждается, считая, что кто-то так много о нем думает, в каком он виде едет. Людей больше волнует, как он ведет машину. Что он ведет трансляции, записывает видео, отвлекается. Он может ругаться со зрителями, на эмоциях вести машину. Представляете, да? Как человек на эмоциях ведет транспорт. Он может достать еще один телефон и начать зачитывать комментарии. И при этом, знаете, краем глаза так на дорогу глянул и все. Если вдруг какая-то ситуация организуется, он же не успеет среагировать. Он просто не поймет, что откуда вылетело и что в него прилетело. Или еще хуже, он в кого-то прилетел. Люди так, если неаккуратно переходят дорогу, наверняка все видели. В интернете полно таких роликов, когда не только дети, но и взрослые неаккуратно переходят дорогу и выбегают прям под колеса идущего транспорта. И просто чудом остаются живы и не создают аварийную ситуацию на дороге. Никто не пострадал. А он еще в такие моменты умудряется ругаться со зрителями и читать комментарии. И еще думает, что люди сейчас озабочены только тем, смыл он с себя грим или нет. Это он стал грим снимать только когда у него появилась своя машина. Раньше, когда он ездил на такси, он всегда ехал размалеванный. Вот интересно, с какой целью? Рассчитывал, мало ли, а вдруг кто-то правильно поймет посыл накрашенного мужика и отреагирует на это. А сейчас, когда появилось свое авто, с этим делом стало гораздо сложнее. Впрочем, сам Вэл и тут не растерялся. Тик-Ток в помощь. Там столько молодых и интересных, как он говорит, есть и проявляющих к нему именно этот интерес мужчин. Я ни разу от него не слышала, чтобы он сказал, будто он встречался с какой-нибудь зрительницей из интернета. Ну вот написали ему из его города какая-то там молодая девица и решила с ним выпить, пусть даже на той же самой заправке, кофе. Нет, таких предложений ему даже не поступает, либо он их игнорирует, но в любом случае он их даже не озвучивает. А вот обязательно звучит, да я вот тут вот решил встретиться с одним своим подписчиком, вот со своим подписчиком сегодня встречаюсь и завтра с каким-нибудь подписчиком встречаюсь. А если попадаются семейные пары, да, с такими он тоже может пообщаться. Но опять же таки, больше всего интереса у него вызовет именно мужчина. Вот таким вот был мой обзор, на этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр, надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!